Продолжение следует... Сегодня у нас очередной вебинар от компании «Гиперметод», который ведет директор по маркетингу компании Дмитрий Кречман. Но прежде чем ему предоставить слово, как всегда, несколько привычных заклинаний в самом начале вебинара для тех, кто впервые на наших вебинарах в основном. В самом начале чата вы видите две полезные ссылки. Первый из них ведет на наш сайт «Директ Академия.ру». На нем расписание. Расписание уже до конца июня. Не такое уж оно большое осталось. Осталось нам всего провести полторы недели наших вебинаров. Но зато каждый рабочий день будет вебинар проходить в эти дни. Можете зарегистрироваться на любой из этих вебинаров прямо с главной страницы «Директ Академии». Наши вебинары записываются. Чтобы получить доступ к записям вебинаров, пожалуйста, зарегистрируйтесь на... На нашем видеоканале в Ютубе подпишитесь на наш видеоканал в Ютубе по вот этой вот ссылочке. Будете иметь доступ к более чем 300 записям вебинаров. Вот эта запись тоже ведется и попадет туда, если все будет хорошо, сегодня уже к вечеру. Ну и, наконец, последняя ссылка. Это ссылка на страницу курсов, онлайн-курсов «Директ Академии». Те, кто интересуется вопросами онлайн-обучения для своего вуза или для себя, могут войти и посмотреть, какие курсы мы предлагаем для наших слушателей. Ну и, как всегда, я хотел бы проанонсировать два следующих курса из тех, которые будут у нас в «Директ Академии». Один из них пройдет... Сейчас я ссылки дам прямо в чат. Первая ссылка на вебинар завтрашний, вебинар Татьяны Телегиной, последний вебинар ее цикла. Вебинар называется «Индексатор до» и зачем он нужен. Те, кто ходят на вебинары Татьяны Телегиной, знают, что ее вебинары в основном посвящены вопросам... Вопросам, связанным с библиографией. И цикл ее называется, по крайней мере, цикл этого года называется «Библиография для небиблиографов». Ну и вот этот вебинар тоже завершающий в этом цикле. Ну и, наконец, в понедельник в 12 часов Юрий Николаевич Белоножкин, который ведет у нас цикл, связанный с онлайн-обучением, проведет вебинар «Компьютерная анимация» в системе «Промоэс» для педагогов. Вот, милости просим тоже на этот вебинар. Ну, а сейчас далее не задерживаю внимания на себе. Приглашаю в эфир Дмитрия для проведения сегодняшнего вебинара. Добрый день, коллеги. Спасибо сразу по приглашению, я тут и появился. Еще раз добрый день, коллеги. Рад, что вы нашли время сегодня пообщаться по тематике, заявленной в названии нашего вебинара. Я постараюсь, собственно говоря, и придерживаться. Именно тема – это работа учебных курсов и курсов для мобильных устройств. Соответственно, предметом будут являться инструменты электронные для разработки этих курсов. Ну и какие-то, я буду акцентировать внимание, какие-то особенности всего этого мероприятия. К сожалению, вот у нас очень нервное было начало, вернее, подготовка, связанная с вебинаром. Я не успел подготовить опросы, поэтому хотел бы задать все-таки вам вопрос. Пожалуйста, если... Тогда отвечайте плюсиками, ладно, в чате на мои вопросы или минусиками. Плюсиками или минусиками, соответственно. То есть вопросы такие, типа да или нет. И первый вопрос, который бы я хотел задать вам вот в рамках начала нашего мероприятия, это поставьте, пожалуйста, плюсик, если в том случае, если вы уже разрабатываете электронные курсы, и минусик, если вы еще не разрабатываете электронные курсы. Пожалуйста, в чате, коллеги. Ну и пока вы ставите плюсики и минусики, ну пока так примерно, да, визуально половина на половину. Да, спасибо большое тех, кто откликнулся. Ну, примерно, наверное, так более-менее понятно. Значит, общее представление составило примерно в 60-60, да. То есть у вас, с одной стороны, уже есть какой-то опыт, и уже представляете проблему, а с другой стороны, наверное, есть какой-то интерес и выбор тех или иных инструментов. Ну, а теперь, к сути вещей, я еще раз представлюсь, меня зовут Дмитрий Кречман, я один из, ну, в общем, зам директора генерального компании Гиперметод. Компания Гиперметод на протяжении многих лет внедряет в разные организации систему электронного обучения. Ну, вот, перечень организаций там это сотни, по России, не только по России, ну, вот некоторые, может быть, наиболее известные, вы можете здесь видеть на экране, это и компании «Газпром», «Газпромнефть», и «Уральский федеральный университет», и «Московский государственный строительный университет», и «Нижегородский технический университет», «Российский государственный университет». Ну, как правило, да, вот обычно, здесь «Нарк» принимает большую часть сотрудники учебных заведений. Это и повышение квалификации, вы можете здесь видеть, это «Российская гидрометеорологическая служба», и «Военноморской флот», и «Авиация наша». И вот в этих, во всех организациях стоит наша система управления обучением, ну, и не только, сейчас я, как бы, расскажу про это. Это платформа для организации электронного обучения, она называется 4G, 4G в том числе, потому что и мобильное обучение здесь возможно. Эта система позволяет организовывать, наладить, подготовить электронное обучение и управлять им, и не только электронное обучение, на разных совершенно стадиях и фазах всего этого процесса. Ну, в частности, так вот, наше электронное обучение поддерживает, там, не только, собственно говоря, демонстрацию учебных курсов или проведение тестирования, ну, это модель компетенции, это бальная рейтинговая система, это управление знаниями, это и портфолио, и работа с сообществами в рамках портала электронного обучения, и методики проектного обучения, и виртуальные классы, и мобильное обучение. Это вот про, отчасти эти тематики уже были затронуты в наших, вот, упал вебинарах, и вы можете в каталоге вебинаров Электрик Академии как раз найти частично и про проектное обучение, и про профсообщество, и про разработку портфолио на нашей платформе. Но сегодняшняя тематика будет посвящена отдельной компоненте, которая, ну, собственно говоря, предметом, да, основным является, это специальный инструментарий для разработки электронных курсов, учебно-методических пособий, учебно-методических комплексов, каких-то интерактивных вещей, электронные справочные документации, в общем, там всего того, из чего строится учебный контент в образовательном процессе. Это программа называется «Я автор CBT», ну, CBT – это компьютер-бейс-тренинг, да, такая, может быть, немножечко устаревшая аббревиатура, но тем менее. Ну, а «Я автор», ну, автор – это понятно, я по большей части сегодняшним, «Я автор» «Я автор» Коллеги, сейчас спикер перезапустится и будет все нормально. Пожалуйста, ждем, не расходимся, все обычные проблемы. Я вернулся, какая-то потеря была связи, ну, видимо, сегодня день такой, облака, что ли, на небе или звезды. Как-то явно не в сторону нашу повернулись. Да, вот, насколько я могу вспомнить, я остановился как раз на нашем продукте, который называется «Я автор». Я пытался объяснить, почему именно автор, а не что-то еще там, не «Камтазия» и что-нибудь другое. Потому что этот продукт ориентирован, в первую очередь, не на программистов, не на профессиональных верстальщиков электронного контента, а на, в большей степени, на энтузиастов, преподавателей, которые хотят создавать, не вникая в какие-нибудь языки программирования, по сути вещей. То есть, это средство относится к так называемой категории средств быстрого, быстрой разработки курсов, Rapid Learning. И, в общем-то, существует достаточно давно. И часть наших этих клиентов, которые вы видели там на предыдущих слайдах, она как раз и пользуется, и мы с вами разрабатываем с помощью вот этого инструмента различные разнообразные курсы. Ну, я был бы несправедлив или как бы полуправда, да, это тоже неправда. И должен сказать, что на рынке, конечно же, существует достаточно большое количество средств авторских для разработки электронного контента. Это далеко не только наш продукт. Наверняка те, кто разрабатывает и плюсики ставили, да, Павел там аж три плюсика поставил. Я думаю, что реально Павел можно поставить там штук 28, да, каких-то, если не больше, или 128 инструментов, которые он когда-либо пользовался для разработки контента. Но, тем не менее, на нашем российском рынке, если не брать какие-то зарубежные инструменты, а именно отечественные, то, наверное, вот можно было бы выделить три основных. Это курс-лаб исторически, более старый инструмент, ориентированный, ну, такой, как бы слайдовый показ, то, к чему мы в большей степени привыкли все, наверное, из-за PowerPoint-а курсов. И с очень мощным и встроенным языком программирования скриптов, который позволяет создавать много всяких интерактивностей, там, эффектов, ну, возможно, что-то еще. Это гораздо более простое, лаконичное средство, относительно недавно появившись на рынке iSpring, тоже использующий метафору слайда каких-то объектов, как Баля, PowerPoint, на слайде, насколько я имею представление, даже, собственно говоря, в PowerPoint основной контент делается, да, потом, ну, вот, неким образом там конвертируется для того, чтобы, то есть основная метафора, это все-таки метафора PowerPoint-а показа. Ну, вот есть категория средств, если здесь вот вузовские работники присутствуют, то вы, наверное, сможете ответить на вопрос, такой, как бы, отчасти риторический, когда у вас курс, например, там, семестровый, двухсеместровый. Можно ли уложить в метафору PowerPoint-а, там, 200-часовой учебный контент, например, да, мы же сами понимаем, что на самом деле это какая-нибудь вот такой толщины пособие учебное или учебник, да, или что-то еще. И вот, отвечая сам себе на поставленный вопрос, я бы хотел заметить, что, наверное, это весьма-весьма проблематично. Второй пример – это тогда, когда мы все-таки с вами говорим не только об учебных пособиях, да, но технически всякие устройства, эксплуатационная, да, документация и учебные курсы, ну, вот среди списка наших заказчиков вы видели, да, это и военно-морской флот, это и авиация, там, и другие, там, где сложные технические устройства. Тоже, наверное, по понятным причинам уложить правила эксплуатации тех или иных сложных технических устройств в набор слайдов, ну, тоже весьма проблематично. Вот в эту идею, да, набор слайдов. Поэтому в свое время мы, там, сайт лет тому назад, для того, чтобы поддержать разработку учебных курсов в некой другой метафоре, а именно в метафоре там, где, ну, так, условно, в кальчиках много текста, и вот создали наш продукт, которым до сих пор, ну, в разных там версиях, конечно же, да, он обновляется. Пользуемся для разработки учебного контента, системы электронного тестирования, адаптивных каких-то вещей. Собственно говоря, вот еще один слайд покажу, а потом уже перейду, наверное, к демонстрации самого программного продукта. Надеюсь, что Мирополис мне это позволит сделать. Что бы я хотел показать при работе в нашем программном обеспечении? Ну, безусловно, это какие-то базовые принципы работы, из чего, что такое проекты, из чего они там состоят, эти проекты. Это основы. Второе, это то, как создавать ключевые базовые сущности в программе. Затем я бы акцентировал внимание на тех средствах автоматизации, которые в нашем продукте присутствуют и отличают его от всех остальных продуктов. Понятно, что когда вы работаете с большим объемом материала, учебного, там, текстами, например, да, то можно придумать какие средства автоматизации, и, собственно говоря, то, что ускоряет, упрощает работу. Я прошу прощения, да, звук плавает. Ну, к сожалению, вот я здесь сейчас уже ничего не могу сделать. Виноват, ну, вот, еще звезды сегодня явно легли не в мою пользу, поэтому такие вот технические проблемы наблюдаются. Дальше, автоматизации подлежит не только там работа с большими текстами, о которых я расскажу, но и каких-то ключевых моментов, как более-менее автоматизировано создавать тесты или как создавать глоссарии толковые в учебном курсе, такие типовые элементы. Я расскажу о том, как создавать тесты и какие возможности существуют в этом вопросе. Ну, например, там, те же самые психологические тесты, а не только контрольные вопросы, как это обычно принято. Или там по-разному оценивать какие-то возможности проведения адаптивного обучения, адаптивных сценариев обучения, в зависимости от того, что делает пользователь, что делает пользователь, так и строится дальнейшая выдача ему там учебного материала или прохождение контрольных точек. В конце я бы акцентировал внимание на неких технических моментах, а именно на поддержке спецификаций SCORM и TINCAN. Ну, если про SCORM наверняка вы все уже более-менее знаете, то... То вот про TINCAN может быть в меньшей степени, но что принципиально вам даст TINCAN, TINCAN API, использование этого интерфейса, который встроен в нашу программу, это возможность использовать учебный курс и накапливать учебные результаты без использования LMS-системы. Вот важная такая штука, и даже без использования интернета, по крайней мере, отчасти. И в конце также я коснулся, конечно, вопроса создания курсов для мобильных устройств, какие-то акценты, моменты основные и важные, как там для Android создавать. Вот таким вот образом такой план у нас работает. Ну, сейчас я переключусь на демонстрацию экрана. Вы можете, если есть, писать какие-то вопросы, просьба только единственная, писать их по пачке вопроса, чтобы мне в общем чате их там не вылавливать. А если... был бы вам очень признателен, если бы вы это правило соблюдали на вкладочке вопроса, а не в общем чате, буду признателен. Пока я запускаю трансляцию экрана, надеюсь, что состоится. Подскажите, пожалуйста, работает ли трансляция экрана? Поставьте плюсик, пожалуйста, если вы видите мой экран. Нет. Так, сейчас поправлю, ну вот вернусь, да, к нашим техническим... Сейчас еще раз попробую запустить. Вот так вот. Вот, да, надеюсь... Вот, да, спасибо большое за поддержку. Постараюсь сейчас вам, как бы, вам показать... Давайте начнем просто с примеров, с небольших, да, каких-то. Как я уже говорил, мы разрабатывали достаточно большое количество и сами курсов. Вот некоторые примеры из наших, как бы, курсов я бы вам тоже и предмонстрировал. Вот, например, это курс по нано, который еще и в разработке находится, но вот уже немножечко могу показать. Курс по нанотехнологиям. Называется «Адитивные технологии», достаточно модная, да, тематика на текущий момент времени. Он такой, значит, немножечко оригинальный по внешнему виду. Провод трехмерную печать, 3D-принтеры, ну вот всякие такие вот вещи модные, да, с какими-то тестами, упражнениями. Ну, не будем особо акцентировать на нем внимание, учитывая цветность по времени. Давайте еще посмотрим какие-то примеры. Вот мы тоже для... не так давно у нас выборы, да, с вами проходили. И для Центра избиркома мы вот разрабатывали серию учебных курсов. Это называется вот этот курс «Школы молодого избирателя». О том, как правильно голосовать, тут про историю голосования, историю избирательного права в России, там, Земский собор, реформы всяких разных царей, батюшек и матушек. Вот. Тоже вот он такой, да, показывает, как бы, траекторно, как менялось избирательное право, какие, значит, вещи происходили в нашей с вами истории. Тоже такой пример учебного курса. Еще один пример покажу технический. Это курс по техническому устройству. Ну, это не подводная лодка, это просто паровой котел. Но тоже тут есть и теоретическая часть, с которой вы можете ознакомиться. Вот еще там теплообмен, например, да, как это происходит. Поработать с материалами, поработать с интерактивными упражнениями. Ну, здесь драг-н-драг, да, такой вот, нужно расставить компоненты там, всяких процессов, сообразно там на слайде. Ну, какие-то вот такие интерактивные элементы. Естественно, есть, конечно же, и тесты. Мы с вами все это посмотрим, как создавать такие вещи. Тут же, например, тут же мы с вами можем посмотреть в части технических курсов и, может быть, на некоторое своеобразие сейчас. Это, ну, например, какие-то аварийные ситуации, да, в данном случае рассматривается. Что делать в аварийной ситуации, то есть, это какой-то адаптивный сценарий такой. В зависимости от того, что делает в явном виде, ну, части диагностики, да, оператор, или человек, который проходит обучение, на весь экран, наверное, вот там, значит, какая-то в курсе какой-то примерчик, это, например, какой-то индикатор показывает понижение давления масла в системе смазки турбогенератора, да. Соответственно, нам нужно с вами, как человеку, который проходит обучение, такой, условно, небольшой тренажер, да, как правильно себя вести в каких-то ситуациях, выбирать те позиции, показания, вернее, в сценарии, и, в зависимости от нашего выбора, он может быть длиннее или короче, какие-то рекомендации, что требуется сделать, нужно, в случае, там, закрыть задвижку, пустить, там, ПМН, ПМН – это пусковой масляный насос, и отдать здесь наш парогенератор в ремонт. Тоже пример такой небольшого учебного материала, фрагмента учебного курса, в большей степени предназначенный для тренировки, да, отработки правильных сценариев действия. Большое количество курсов гуманитарных, вот один из наших заказчиков, это, как бы, на базе наших продуктов создан единый портал для обучения во всех учебных заведениях Русской Православной Церкви, и, в частности, вы можете здесь видеть сам портал и перечень просто тех курсов, которые разрабатываются на базе нашей технологии в рамках, ну, централизованного этого единого общего портала, там, библейская история, богослужебная практика, догматическое богословие, иностранный язык, в данном случае английский, история отечества, литургика, история церковное пение, здесь есть тоже очень интересный курс. Ну, к сожалению, у нас нет времени на все это посмотреть, но вот на один из примеров, в частности, русский язык, такой достаточно большой курс, это, правда, курс для другого заказчика, но, тем не менее, можно глянуть тоже, вот как выглядит курс по русскому языку, где большое количество упражнений, тестов, сейчас какой-нибудь найдем тут, знаки припинания, насколько я помню, там большое количество упражнений тоже в этих материалах, добежим куда-нибудь, упражнение, надеюсь, нет, тестов, ну, это, это не полный курс, это индустриционный такой вариант, ну, наверное, вы составляете, да, общее представление, куда же все они делись, ну, ладно, в конце постараюсь для тех, кому интересно, русский язык, еще отдельно вы показали, то есть, общее представление о направлениях, в которых можно работать и какие курсы создавать, наверное, вы получили, и поэтому теперь я уже непосредственно перейду к продукту, который, инструменту, который позволяет подобного рода вещи создавать, он называется, как я уже говорил, E-автор, и он устанавливается на рабочее место человека, который разрабатывает учебные курсы, кстати говоря, забегая вперед, вам с нашего сайта, адрес потом я дам, вы можете, сказать, скачать пробную версию и сами попробовать что-то в нем сделать. Я его запускаю, вот он у меня, да, браузер нам теперь не очень нужен, и перед нами, передо мной и вами в данный момент времени появился, появился интерфейс программного продукта, сейчас, простите, я посмотрю, там, может быть, что-то важное написали, что я пропустил, может, что-то опять не работает. Цена использования, цена использования, для демонстрационной версии, для пробной версии, цена использования 0 рублей 0 копеек, ну, там, по стоимости трафика, который, да, скорее всего, тоже как бы относительно бесплатный, вот, а вообще для преподавателей 7 тысяч рублей. Вот, ну, все-таки, к продукту, к нашему. Итак, значит, в самом начале работы мы должны с вами создать такую сущность, которая называется проект, создаем новый проект. Проекты бывают разные, это интерактивные руководства, это учебные курсы, там, общего вида, это учебно-методические комплексы, слайд-курсы, какие-то тренинги, микрокурсы для мобильных устройств, там, ориентированные на, там, примерно 15 минут контактного времени. Ну, давайте попробуем вот создать какой-нибудь учебно-методический, ну, учебно-методический комплекс, например, да, или попроще, наверное, слайд-курсы будет, наверное, более понятно. Принципы создания всех этих курсов, они абсолютно одинаковые. Отличаются лишь только, ну, условно, начальные наполнения, ну, и некая схема, то есть правила, по которым строится этот учебный курс. Но правила работы, они едины для всех. Вот мы создали новый проект, он, в нем уже на текущий момент времени содержится некая структура, слева вы можете ее видеть, да, предположительно, из чего она состоит, структура эта. Это блок, связанный с основным содержанием, который группируется по слайдам, по различным темам. В конце каждой темы какая-то обратная связь. Ну, обратная связь, это может быть контрольный вопрос, или тест, или что-то еще вот такое. Это итоговое тестирование, которое состоит тоже, понятно, что содержания сейчас там нет, мне лишь предлагается некая такая начальная планета. И толковый словарь, глоссарий, вот, включающий в себя некоторое количество терминов. Помимо этого, в структуре могут быть и другие интересные вещи, например, там, конспект, или там, сведения об авторах, и учебно-медические материалы, там, дополнения всякого рода, там, приложения и прочее, которые в зависимости от той схемы, то есть того типа проекта, который вы выбрали в самом начале, и сюда попадают или нет. Ну, в любом случае, мы можем с вами вручную просто добавить сюда недостающие компоненты элемента. Ну, давайте мы пойдем от простого. Ну, первое, название курса, да, вот мы с вами его сейчас и введем. То есть это называется мой первый учебный. А дальше ряд параметров, которые я могу сейчас определить, либо позже. Ну, например, свободный режим обучения, или так называемый линейный. Свободный, это что, это как книжка, да, мы можем с любой странички, на любую страничку перепрыгнуть, это зависит только от нашего желания. А линейный или последовательный, он будет связан с тем, что не пройдя тест по теме номер один успешно, я не смогу прочитать материалы темы номер два. То есть такой рубежный контроль, который заставляет меня всегда и мотивирует на правильное, глубокое изучение материалов соответствующей темы для того, чтобы перейти на следующую ступень. Без вот этого допуска переход на следующую ступень осуществляться не будет. Дальше ряд параметров, связанных с эксплуатацией этого учебного курса. Будет ли он использоваться на планшете, например, то есть пальцем можно управлять или только мышкой, да, или комбинированный режим мышкой и так далее. Ну, общие там сведения о копирайте, например, там 2018. Логотип, который будет использоваться для курса, ну, какой-нибудь возьмем. Здесь вот Павел, простит меня он за фотографию, сейчас мы его попробуем найти. Вот мы фотографию Павла будем использовать в качестве логотипа нашего создаваемого первого курса. И ряд параметров, связанных со Скоромом, и параметров, связанных с Тинканом. Для того, чтобы... Ну, сейчас мы их не будем трогать, мы к ним обратимся чуть попозже. Вот, как бы, начальная вводная информация у нас с вами готова. Дальше наша задача с вами создавать, ну, например, там, тема 1, да. Тема 1, например, введение. В этой теме будут блоки слайдов. И теперь уже мы с вами создаем, собственно говоря, само содержание этих слайдов. Ну, сейчас понятно, что это что-то пустое, ну, можно с вами что-то здесь написать. Или взять, например, из Microsoft Word и скопировать. Ну, давайте скопируем его сюда. Добавить какие-то новые элементы. Ну, для начала это тоже выдох, какие-то там, введения. Ну, и там бла-бла-бла-бла-бла. Это могут быть мультимедийные элементы, не обязательно только текстовые. Медиа-элементы, это могут быть рисунки, флэш-анимации, если есть необходимость, видео, YouTube-материалы. Ну, в общем, вот такого типа. Ну, сейчас в производстве добавим. Мероного человечка, да, вот у нас такой. Не подходить. И укажем его на размеры. Ну, сейчас давайте в два раза меньше сделаем, чтобы более-менее помещен. И теперь мы с вами можем посмотреть на то, как примерно будет выглядеть наш с вами учебный курс. Здесь вы можете заметить всю эту разницу между продуктом, на который вы сейчас смотрите, я автором, и всеми другими продуктами, ориентированными на PowerPoint. Там вы видите готовую страницу и ее верстку, работаясь и с содержанием, и с версткой. В случае работы я автора, мы с вами не акцентируем внимание на верстке, мы акцентируем внимание, в первую очередь, на содержимом. Потому что продукт, да, вот, ну давайте посмотрим, как теперь это выглядит. Вот наш с вами маленький текст, да, который мы с вами делали. Ссылка на объектик, этот рисунчик, в данном случае по умолчанию, он откроется в отдельном окошечке. Ну, мы можем правила эти изменить для этого медиа-объекта. Вот его, да. Мы можем отображать сразу, да, напишем и по центру его разместим. Ну, снова посмотрим на предпросмотр. Почему так сделано? Потому что, когда вы работаете с большим количеством материала, тогда, естественно, вопросы дизайна, они должны быть оторваны. Дизайн – это нечто унифицированное, единое для всех, общая стилистика. Поэтому здесь, в первую очередь, автор работает с содержанием, выбирая форму представления или дизайн курса, ну, на некой следующей стадии, тогда, когда содержание более-менее сформировано. Это позволяет не увести автора в область дизайна, поручив это, ну, более-менее, хотя бы, там, профессионалам, да, вот, кем мы. Ну, вот наш статистик. Давайте пойдем дальше. Значит, теперь... Наверное, принципы, да, вот, общие формирования, понятно, да, добавление всяких разных элементов, там, слайд 3, например, можно добавить слайд 4, слайд, вот, в наш, да, общий, в слайд добавляются какие-то тоже подэлементы, ну, там, те же самые тексты, медиаресурсы. Собственно, таким вот образом формируется содержание учебного курса. На чем бы я хотел акцентировать еще дополнительно ваше внимание? Типовая ситуация состоит в том, что, как правило, курс создается не сразу, как бы, не из чистого листа, он не создается непосредственно в авторском инструменте. Как правило, все-таки курсы, материалы учебного курса создаются, ну, к примеру, в Варде, да, ну, или в Powerpoint, если мы говорим про другие какие-то метафоры. И в основе курса лежат, ну, методические указания или, там, те же учебники, которые вы создаете заранее и, там, относитесь в типографию, закрывая показатели, показатели аккредитационные, там, по доценту или профессору или чему-то еще. Вот я сейчас, у меня есть какая-то небольшая методичка по электронным доскам, вот она там на 8 академических часов, да, я ее специально заранее открыл. И представим ситуацию, что я бы хотел создать курс из этого материала. Ну, вот это, да, с тонками, иллюстрациями, да, какими-то вещами такого типа. Для этого я скопировал содержимое этой книги в буфер обмена. Ну, лишнее. Скопировал буфер обмена и вставлю теперь это содержимое этой методички из буфера обмена с помощью CopyPaste. Ну, вот, у меня оно здесь появилось. Текст этот я могу здесь, конечно же, там редактировать, да, как считаю нужным. Но что важно для нас с вами? Важно то, что, конечно же, ну, сейчас это там несколько страничек, там, 2 или 3, да, в данном случае материала. Но когда это 200 академических часов, понятно, что это множество сотен страниц. И, в первую очередь, мы должны разбить на какие-то дидактические единицы наш большой общий материал. Мы могли бы это сделать и вручную, перенося, ну, тот или иной блок из варда каждый раз, да. Ну, если у вас там 18 разделов, в каждом разделе там еще какие-то подразделы, понятно, что это достаточно большая рутинная работа. И вот эту рутинную работу можно, по крайней мере, отчасти автоматизировать. Каким образом? Непосредственно вот я автор предлагает такой инструмент, как автоматическое разбиение длинных текстов на кусочки. На кусочки, связанные с внутренней структурой этого документа. Ну, в данном случае, вот этот документ содержит в себе заголовки первого уровня, второго уровня, отдельные параграфы, там, какие-то перечисления, изображения, как вот следует из вот этого выпавшего списка. Я бы на первом шаге хотел разбить этот документ длинный по заголовкам первого уровня. Ну, понятно, по разделчикам, да, соответствующим. Соответственно, я выбираю эту функцию, он предлагает разбить мне этот текст на 5 элементов. Вот, и автоматически это произошло. Видите, слева в дереве появились эти элементики, да, полное описание, вот оно появилось, модуль 1, там, модуль 2, там, итоговое тестирование. Тем самым, ну, макет такой условный, примерчик такой условный, поэтому не придирайтесь, да, строго вот к его содержанию. Но важно что? Что программа за меня сделала некую работу, которую, в принципе, я должен был делать вручную. Она сделала это более-менее автоматизированно. Дальше моя задача просто растащить дракон-дропом эти модули по разделам, там, или по слайдам, или по тому, где они должны будут находиться. Так, чтобы, ну, и внести в них какие-то там дополнительные исправления и изменения. Наверное, да, вот, как бы, понятен. Второй момент связанный с автоматизацией. Вот, смотрите, в нашем документе встречаются некие ключевые слова, ну, например, там, смарт-ноутбук, да, вот. Понятно, что это слово, слова, должно быть помещено в глоссарий. И дальше, далее по всем словам, которые находятся в глоссарии, весь наш учебный курс размечен, по идее, вот, по этим ключевым словам. Естественно, это тоже, в принципе, чаще всего ручной процесс. Но и автор предполагает, что вы можете этот процесс автоматизировать. Мы с вами можем просто взять, выделить ключевое слово, смарт-ноутбук, и нажать кнопочку, добавив его в словарь. Посмотрим. Теперь, видите, у нас в словаре, как бы в приложении, в словаре, появился термин смарт-ноутбук. Наша задачка только будет добавить сюда определение смарт-ноутбук это. Ну, там, бла-бла-бла, да, что-то он написал. И затем по всему учебному курсу, либо по какой-то части этого учебного курса, там, где это слово встречается, автоматически расставить ссылочки для того, чтобы статьи или слайды на экране имели ссылки непосредственно уже на термин в словаре. Ну, вот сейчас в общем документе найдено 6 вхождений в смарт-ноутбук. И мы можем посмотреть, что теперь, видите, смарт-ноутбук не просто какой-то текст, да, а он еще и имеет ссылочки на словарную статью. Ну, давайте посмотрим теперь, как это выглядит в самом учебном курсе. Диагностика некоторая вываливается. Значит, давайте глянем. Да, вот все наши слайды, да, смарт-ноутбук. Вы видите, что теперь слова размечены автоматически. И при щелчке по слову появляется как раз то толкование, ну, такое условное, которое мы с вами дали. Итак, словарных слов может быть какое угодно количество. Их можно, эти ссылки автоматически добавлять, удалять или переоставлять снова. Можно использовать какие-то флексии русского языка, ну, мета-символы, так называемые, там, звездочки, вопросики, если вы там какие-то окончания хотите обрабатывать. В общем, тут простой инструмент, но экономящий вам достаточно много времени, потому что он автоматизирует деятельность ту, которую все равно приходится делать. Следующий момент, проверим, да, я уже боюсь, что там что-нибудь опять отвалилось, да, поэтому я проверю, вроде все работает. Ну, отвечу на пару вопросов. Ссылка на вебинар будет, безусловно. И я вам дам ссылочку тоже на канал на YouTube, где вы можете посмотреть похожие рассказы или, там, о демонстрации этого продукта. Виолетта Викторовна спрашивает, буду ли я продукт продавать. Нет, я не буду вам продавать программный продукт, вы можете его скачать, но моя задача вам рассказать, какие возможности есть, и чем они отличаются от стандартных, для того, чтобы вы могли быстро зарабатывать учебные курсы. Вы можете не пользоваться этим продуктом, пожалуйста. Любой рассказ, да, он предполагает все-таки какое-то содержание, и объяснение пользы для нас с вами. Ну, в данном случае я рассказывал о пользе, которую я вижу, как практически специальный преподаватель, я средний кандидат технических наук и доцент, и много лет преподавал в ВУЗе и создавал тоже учебные курсы. Вот. Ну, давайте двинемся дальше. Значит, какие еще средства автоматизации, создания существуют? Вот еще об одном инструменте я вам расскажу, который здесь присутствует. Это инструмент, который позволяет автоматизировать создание тестовых вопросов, вопросов для теста. Ну, вот, типовая ситуация, опять же, вы пишете контрольные вопросы в учебно-методическом пособии, к примеру, да, в приложении или прямо по ходу дела, и для того, чтобы создать тест затем в учебном курсе, вам нужно создавать, собственно говоря, сам тест, создавать контрольный вопрос, параметры его определяет, там, галочками ставить правильные и правильные варианты. Вот здесь все это можно сделать несколько проще. Если я вижу конструкцию подобного вида в исходном тексте, который был создан в Варде, я просто могу ее выделить, вот так, как сейчас я сделал, ну, селектом. И нажать кнопочку «Добавить контрольный вопрос». Вопрос создан. Вот вы можете увидеть, да, что теперь этот текст, анимация объекта может быть активна при следующих событиях, там и перечтение, она, этот текст помещен в контрольный вопрос. Вот здесь вот. Тут есть формулировка вопроса. Вот она. Мы можем ее уже, ну, например, там как-то выделить, увеличив, например, там шрифт, да. И варианты ответов. Вот при щелчке мышкой, вот эти вот все, они уже здесь присутствуют. То есть мне, я легким нажатием на кнопку в интерфейсе из текста сделал контрольный вопрос. Единственное, что мне требуется, это правильно расставить в вопросе, какие варианты ответов правильные, какие неправильные. Опять у меня какие-то технические неполадки. Давайте, коллеги, я попробую перезапустить трансляцию, да, если вы позволите. Ну, явно сегодня день технических проблем. Сейчас остановим. Продолжение следует... Так, да, вроде запустилась, да, снова. Так, давайте перезапустим тогда программу. Ну, вот мы остановились на том, что мы с вами создавали контрольный вопрос, да, соответственно, выбираю в тексте, текст похожий на вопрос, добавляю его в словарь, вы извините, в тест. Вот он у меня здесь присутствует. Указываю, какой тип это вопроса, ну, это множественный или одиночный выбор. Ну, по умолчанию это одиночный выбор, да, можем сказать, это множественный выбор. И указываю те ответы, которые являются верными, которые, ну, которые человек должен быть пометить, да, вот эти, это вариант как раз ответов. Теперь мы можем с вами посмотреть, как этот вопрос будет выглядеть уже в учебном курсе. Ну, помимо всего прочего, здесь есть еще куча всяких параметров, там, про них я чуть попозже расскажу, когда мы на вопрос. Посмотрим на превью этого вопроса. Ну, вот, соответственно, да, выберите верное утверждение, какой именно, да, вариант ответа является правильным, ну, и система мне показывает, что я неправильно указал варианты ответов. И показывает, какие варианты ответов правильные. Что кроме тестов и какие возможности существуют? Ну, давайте посмотрим. Ну, во-первых, для самого теста. Это не только одиночный множественный выбор, это и вот значение заполнения пропусков. Ну, например, вы можете дать вид некий бланка, который заполняется, ну, например, там, налоговую декларацию, да, которую вы заполняете, или что-то в этом досе, разметить там, где находятся поля, указать типы этих полей. Это просто вот значение, ну, где вы фамилию, имя и пошли пишете, или перечень, там, выпадающий список значений каких-то. И вот такой бланк тоже в качестве тестового задания выдавать слушателям. Это сопоставление, сопоставление тогда, когда даны, ну, например, русские и английские слова, да, нужно сопоставить перевод английского слова русскому или наоборот. Это упорядочивание, когда вам нужна некую группу объектов распределить по нескольким группам. Ну, например, там, холодное, холодные объекты, теплые и красные, да, вот. Это классификация как раз, да. И упорядочивание тогда, когда указывается порядок действий. Ну, там, укажите порядок действий при запуске парогенератора. Там, первое, включить вентиль какой-то, второе, там, включить, там, подача электроэнергии, третье, там, что-то еще сделать. Вот дракон-дропы такие получаются. Вот такие возможности создания тестов. Ну, это не все. Естественно, это возможности перемешивания ответов и вопросов самих по себе. Это выборки, то есть, когда вы, например, если это контрольный вопрос, понятно, что он один, да, но если вы делаете полноценное тестирование, то понятно, что тесты для разных слушателей должны, вот, выдачи тестовые должны отличаться друг от друга. Соответственно, выборка случайным образом. Это веса вопросов самих, то сложные они или, там, простые. Ну, в данном случае, по умолчанию, это, как бы, единичка за правильный ответ, то нолик, ну, за неправильный. Ну, можем, например, поставить там троечку. И тогда это будет сложный вопрос. Он будет добавлять больше баллов, чем обычно. Ограничение по времени на отдельный вопрос или на все вопросы на блок тестирования в целом. Это вот те основные свойства, которые можно применять к тестам. Ну, помимо этого, это еще и обратная связь. Мы с вами можем добавить, добавлять к ответам комментарии, которые будут выдаваться либо при верном, либо при неверном ответе, либо, ну, там, при любом. То есть человек ответил и получил некий фидбэк в качестве комментария. Если верно ответил, то один комментарий, если неверно, то другой комментарий. Или комментарий на, в целом, на тест, например, в зависимости от того, какие значения при тестировании были достигнуты. Ну, например, если он набрал, там, 15% максимального, то тогда ему выдается текст о том, что он, там, совсем плохо сдал, да. И вот эти вот шкала, шкала и фидбэк по каждому делению шкалы также в тесте может быть настроен. Вот такие возможности основные при тестировании. Естественно, в вопросах вы можете использовать и рисунки, и какую-то анимацию, ну, поскольку это вот, ну, наценно это текст и чтимов, да, фактически получается, вставляя их, эти компоненты, в вопросы и варианты ответов. Также, вот, пороговые значения для прохождения теста в процентах, возможность досрочно завершать тестирование, создать с учетом результата, ну, и еще там, ряд каких-то параметров, можно или нельзя там пропускать, вопросы, достаточно развернутый механизм тестирования, который можно использовать, в общем-то, ну, и автономно, да, курсы можно даже не делать, можно просто делать занятные тесты. И тесты также еще можно, также, как мы с вами через CopyPaste загружали с вами текст для контента, основной для курса из Word, а также и здесь тесты вы можете подготовить во внешнем файле, вопрос для контроля, например, в Excel, часто это делают в Excel, да, и импортировать из Excel сюда целиком все тестовые вопросы, ну, как бы блоком, да, не создавая их по отдельности. Есть такие возможности, тоже присутствуют. Так, где мы тут остановились, вот наш курс, давайте снова его разобьем на кусочки. Вот, такая, значит, получается у нас с вами штука, слайдовая. К сожалению, сбросились параметры, потому что я перезапускал трансляцию, давайте снова добавим изображение, логотип какой-нибудь. Давайте вот нашего сотрудника добавим, чтобы Павел не очень на нас ругался. И название, да, мой. После того, как мы с вами сформировали основное содержимое нашего учебного курса вот таким способом, как я это показывал, кстати говоря, и вот затронул вопрос еще адаптивные вещи, с помощью вот этих порогов, про которые мы с вами говорили в тестах, можно настраивать последовательность показа материала есть необходимость. После того, как мы сформировали основное содержимое, мы можем опубликовать наш учебный курс, указав по дороге несколько основных параметров. Ну, первое, это, как бы, что за сущность мы с вами создаем. Это может быть просто HTML-публикация, ну, как бы HTML-сайт, который вы можете потом разместить в интернете, и люди будут заходить, проходить, читать материалы, проходить тесты, так же, как, то есть, без всякой LMS, да, грубо говоря. Это может быть SCORM, ну, если вы хотите поместить это в какую-то LMS-систему, там, разных форматов 1.2 и 2004. Если вы используете нашу LMS-систему, он может быть опубликован сразу, непосредственно, на портал электронного обучения, отсюда. Это может быть, так называемая, защищенная публикация, или exe-файл для Windows, например, который будет использоваться локально, ну, будет сформирован exe-файл, это, как бы, собственно, и будет курс, который будет запускаться, не требуя никакого браузера, ничего, но в полноэкранном режиме на экране, и люди могут ее читать, как электронную книжку, и работать с ней. Это также может быть мобильная публикация для мобильных устройств, ну, в частности, вот для Android, так называемая АПК-архив, который вы можете установить на планшет, ну, то есть, скачать, как, условно, как zip, и установить на, как программу на мобильном устройстве, и работать с этим курсом без использования интернета. В том случае, если бы мы с вами настроили параметры публикации, такие, как Tinkan, то тогда бы и учебные результаты могли бы передаваться в так называемое ЛРС-хранилище, то есть, учитываться где-то снаружи, то есть, не просто курс воспроизводится, да, играется там, где-то на планшете под андроидом, но еще и учебные результаты фиксируются в неком месте в интернете, которому у вас будет доступ. Но это тема отдельного вебинара, какие именно там параметры останавливать, ну, такая возможность есть для тех, кому интересно, потом я могу, значит, предоставить дополнительные материалы. Итак, мы выберем с вами самую простую, например, публикацию, то есть, чтимную публикацию, укажем стиль, ну, то есть, шаблон оформления, шаблон можно потом настраивать, укажем, ну, не знаю, допустим, какой-нибудь такой экзотический выберем, чтобы у нас вот такое, да, ну, и путь к публикации и опубликуем. При этом будет сформирована папочка вот в указанном месте, папка будет содержать все необходимые компоненты для того, чтобы быть в дальнейшем, поскольку это HTML, размещенный где-то снаружи, то есть, не на этом компьютере, а где-то там по HTTP доступу, и мы можем с вами посмотреть теперь, как же наш курс выглядит уже не в e-Av3, не в программе, а в браузере. Ну, я выбрал такое оформление, я уже говорил, экзотическое, логотипчик, который мы с вами, да, сгрузили, оглавление курса, ну, мы особо его не создавали с вами, но, тем не менее, содержимое, мы можем его тут листать, да, какие-то наши эти тексты, которые мы создавали, где-то там отвечать на контрольные вопросы, которые мы с вами делали, вот, все как, примерно, как мы в превью с вами и видели. тут же, ну, сейчас мы там, 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 тут же есть приложение, всякие вот, свои, поиск, там, по, по, ключевым словам и механизмам закладок, это все сразу импримитировано в учебный курс, дополнительно ничего я не делал, для того, чтобы это создать, ну, там, соответственно, приложение, да, и там, прогресс прохождения учебного курса. Вот, такие основные параметры, как бы, такой основной стиль работы по созданию учебных курсов, ну, примеры вы видели, да, в, в самом начале. Пожалуй, сейчас я уже, время у нас подходит, одна минутка закончилась, поэтому я буду плавно подходить к концу. Через несколько минут постараюсь ответить на вопросы. Последний момент, на котором я хотел акцентировать внимание, это создание так называемых микрокурсов. Для того, чтобы создавать микрокурсы, все примерно так же и происходит. Микрокурс отличается от большого курса тем, что он ориентирован на очень небольшое контактное время. Соответственно, там много инструментов и не надо. Это просто представление информации и какие-то контрольные вопросы фактически. Для того, чтобы работать с микрокурсами, есть специальный шаблон по работе с микрокурсом. Он включает в себя совсем немного. Это, для примера, ссылки на какие-то интернет-ресурсы, например, на YouTube. Для того, чтобы можно было ролик ставить с YouTube непосредственно в курс. Это какие-то иллюстрации и тестовые вопросы. Пример микрокурса сейчас я постараюсь вам показать. на другом сайте. на трафик мне позволит сделать. К сожалению, что все не очень. Лето и администраторы тоже системные шли в отпуск. Я уже подхожу к концу. Вот, наверное, последний примерчик, который я хочу показать. И напоминаю, что вы можете написать вопросы на вкладочке «Вопросы» к докладчику. Я постараюсь на них ответить. Открою, ничего не поделать. Пока это загружается, просто покажу, что... По продукту, про который я рассказывал, есть сайт специальный, который называется «яавтор.ру». В презентации вы найдете ссылочку, я в конце ее покажу, ссылочку, где вы можете скачать пробную версию. Вот здесь вот этого продукта, попробовать в ней поработать. Ну, тут основные какие-то, да, там, примеры, инструкция, документацию может они скачать, там, какие-то, кто делал, что, как связаться, ну, и прочие всякие разные вещи. Вот. Сайт такой публичный, мы посмотрим, да, значит, и давайте попробуем открыть микрокурс. Еще раз прошу прощения, что слишком медленно все так открывается, ну, вот, например, исследование физических и химических явлений. Это курс, как раз созданный в Явтаре, такой маленький шаблончик. Естественно, что он при работе на стационарном компьютере, с которого я сейчас веду трансляцию, и при работе с мобильным устройством по внешнему виду несколько будут отличаться. Сейчас я, когда вы увидите, я объясню отличия принципиальные. Ух ты, батарейка заканчивается. Ну, вот он, да, здесь присутствует. И он включает в себе видео, какие-то вот контрольные вопросы и материалы. Слева это, ну, условно, оглавление. Так вот, при работе с мобильным устройством оглавление не будет видно, будет видно вот этот, так называемый, гамбургер, основное содержание. И можно переключаться между этими двумя вкладочками. Вот такая штука. Спасибо, коллеги. На этом я останавливаю презентацию и постараюсь, демонстрацию, вернее, да, и постараюсь ответить, пока не оборвалась связь окончательно, на ваши вопросы. Да, и, значит, ну, есть какие-то еще дополнительные моменты. В конце, на последнем слайде, вы можете найти ссылочку на тот сайт, который я показывал. Мои контакты, телефоны, адрес электронной почты. Я готов всегда ответить на ваши вопросы. И также адрес нашего канала на YouTube, где вы можете посмотреть записи и вебинаров тоже по этому продукту найти. И вот так, какие-то примеры. Полная процедура спрашивает. 7 тысяч нет ни в год, это, ну, навсегда, пожизненно. Курсы сохраняются, я отчасти ответил на этот вопрос, либо в скорме, либо в HTML, да, либо там в zip формате, ну, в разных форматах. Нет, это не PDF, это не Word, как я уже сказал. По сути вещей, да, это HTML, потому что это воспроизводится потом в браузере и все. Андрей Ваиславович спрашивает, материалы для учебных заведений РПЦ. Напишите мне, пожалуйста, по электронной почте, я вам пришлю адрес портала и адрес администрации этого портала, потому что мы не владеем этим материалом, мы не собственники, да, и этим занимается непосредственно учебный комитет Русской Православной Церкви. Так, ну, на вкладочке вопросов я больше не вижу вопросов. В чате я, к сожалению, может быть, что-то пропустил. Так, ну, коллеги, вот поскольку больше вопросов нет, я тоже должен сказать, что вам всем хорошего лета, хорошего отпуска. Павлу отдельное спасибо за то, что нашел возможность вставить нас в сетку вещания. Надеюсь, что и тот материал, который я вам сегодня давал, может быть вам полезен, по крайней мере, для преподавателей таких пассионарных, да, это вполне достаточный инструмент для того, чтобы создавать курсы или отдельные занятия, достаточно интерактивные, достаточно насыщенные материалами, с точки зрения тестирования, то есть о контроле знания, обратной связи, ну, и в то же время соответствующие сегодняшним спецификациям и требованиям в области электронного учебного материала. Спасибо, коллеги, большое за внимание. Семь прощаюсь. Ну, мои контакты у вас есть. Буду рад, если вы откликнете себе, написываете свои вопросы уже в электронной почте или там посмотрите наш сайт. Коллеги, я тоже хотел бы попрощаться. Я надеюсь, что этот цикл вебинаров, который Дмитрий провел в этом году для Директ Академии, будет не последним. Ну, будет новый сезон, будем смотреть. Хочется в каждом новом сезоне что-то новое, интересное дать. И вот Дмитрий, он постоянно старается нам дать что-то интересное о системах гиперметод. Вот. Ну, давайте поблагодарим Дмитрия за то, что он провел этот, не только этот вебинар, но этот курс вебинаров из шести вебинаров, который прошел, пожелаем ему хорошего лета. Ну, а вас я пока прошу не расслабляться. У нас до конца следующей недели пока еще Директ Академия работает. Добро пожаловать на наши вебинары. Субтитры сделал DimaTorzok